Пока египтяне следят, как проходит чемпионат мира в Катаре, этот мастер в Каире ремонтирует футбольные мячи. Так проявляется его страсть к этому спорту. Мустафа посвятил своему ремеслу уже 50 лет. «Такие известные клубы, как Аля Ахли и Замалек, пользовались моими услугами. Я ремонтировал для них мячи много лет. Но потом стало хуже со здоровьем. И теперь я работаю только в своём магазине. Люди приходят ко мне, и им нравится, как я всё делаю». Отец Мустафы сам делал футбольные мячи и научил этому сына. Семейный бизнес развалился, когда рынок заполонили дешёвые китайские мячи. Но Мустафа сумел перестроиться и занялся ремонтом. Говорит, что это ремесло ему нравится, поэтому старается всё делать идеально. А это уже молодой мастер из Бразилии. Его стихия прически. Во время Чемпионата мира по футболу он украшает головы клиентов росписью в виде флагов разных национальных сборных. Фотографии с его творениями привлекли огромное внимание в интернете. «Многие люди стали присылать мне сообщения с просьбой сделать прическу в виде флага команды чемпиона, то есть Бразилии». Сборная Бразилии по футболу – самая успешная в истории страны. Её прозвище – Селесау, то есть Избранная. Это единственная команда на планете, которая участвовала во всех чемпионатах мира. Она также пятикратный чемпион этого турнира. «Я решил сделать прическу в виде бразильского флага, потому что многие мои друзья уже её сделали. Смотрится хорошо». Парикмахер Вашингтон Родриго работает в городе Резенди. Сначала он коротко стрижёт клиентов, потом осветляет волосы, а затем уже наносит разноцветные краски. Ну а пока бразильские болельщики ждут следующего матча, своей сборной. Вскоре она встретится на поле с Хорватией. Тесла запустила продажи в Таиланде. Пока клиентам предлагают только Model 3 и Model Y. Цены начинаются от 48 тысяч долларов. Самый дорогой электрокар обойдётся в 71 тысячу. Заказать машину можно через интернет. Поставки стартуют в следующем году. «На дорогах Таиланда давно появились электромобили Тесла. Люди покупали их самостоятельно за границей. Поэтому в компании рассчитывают на большой интерес к продукции. И он есть». «Я рад, что крупная компания начала прямые продажи, а не через партнёров». Впрочем, американского производителя ждёт жёсткая конкуренция. Китайские компании BYD и Great Wall продают здесь электромобили, цены которых начинаются с 23 тысяч долларов. «Тесла тоже собирают в Китае, но технологии американские. Поэтому думаю, что с точки зрения технологий Тесла лучше». Таиланд – довольно крупный рынок автомобилей. В прошлом году здесь продали 750 тысяч машин. Ожидается, что в этом году продажи вырастут. Но люди в основном покупают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. К тому же здесь работают заводы японских компаний Toyota и Honda. Ежегодно они выпускают от полутора до двух миллионов машин. Половина идёт на экспорт. Сейчас тайские власти выделяют субсидии покупателям электромобилей и снижают налоги для производителей машин на батарейках. Эффект уже есть. В этом году на учёт поставили 7 тысяч новых электрокаров. В прошлом – только 2 тысячи. А к 2030 году не менее 30% автомобилей построенных в Таиланде – будут электрическими. Между тем, Тесла обещает в течение года открыть в азиатской стране 10 зарядных станций. Первый сервисный центр здесь появится к марту. Такие паукообразные роботы уже в недалёком будущем начнут инспектировать канализационные трубы Японии. Стартап TM-Suk представил робота SPD-1. Он призван проверять состояние стареющей канализации страны в условиях нехватки рабочей силы. Сегодня для осмотра труп используют колёсных роботов. Однако, как оказалось, им сложно перемещаться по некоторым участкам. «Срок службы канализационных труб 50 лет, и для многих труб он подходит к концу. Людей для осмотра катастрофически не хватает, а количество непроверенных труб увеличивается. Мы слышали, что такие проблемы трудно решить с помощью современных технологий. Поэтому разработали этого робота». SPD-1 в ширину примерно 25 см. Весит около 3,5 кг. То есть он как минимум на 60-70% легче, чем большинство подобных роботов. Он также оснащён 8-ю ножками и камерами с 360-градусным обзором. Они позволяют передвигаться по отложениям и другим препятствиям. Управляют им с помощью контроллера. «Мы надеемся, что в будущем он сможет проводить не только осмотр, но и простой ремонт труб, который сейчас делают люди». Пока это прототип. Но компания уже планирует выпустить его на рынок в апреле 2024 года в виде набора стоимостью около 6 миллионов японских иен. Это почти 44 тысячи долларов США. Такой набор будет включать трёх роботов, контроллер и монитор для просмотра записанного видео. Каждый день перед заходом солнца сокольник Султан Аль-Хумайди приезжает в пустыню рядом с Дохой. Здесь тренирует своего любимого сокола. Хищник охотится на голубей и уток. Когда-то от хищных птиц зависело выживание людей, а сейчас соколиная охота в Катаре – популярное развлечение. «Раньше соколиная охота была источником пищи. Один мужчина охотился и делился добычей с соседями. Хватало на 4-5 семей. Теперь это превратилось в хобби». У Султана сейчас пять соколов. Охотиться с птицами начал учиться лет в десять. «Соколы окружали меня с самого рождения. Эта традиция унаследованная от предков. Наши отцы и деды учились охоте у своих дедов. Любовь к соколам глубоко в нас укоренилась». Самый популярный вид спорта в Катаре – это футбол. Соколиную охоту теперь тоже называют спортом, но для многих она – образ жизни и культурная ценность, которую невозможно забыть. Сейчас в стране насчитывается три тысячи владельцев хищных птиц. «Катар добился больших успехов в футболе и хорошо известен своим вниманием к нему. Но футбол отличается от соколиной охоты. В Катаре дорожат местными обычаями и традициями. И параллельно уделяют внимание футболу. Думаю, это не повлияет на соколиную охоту». Сокольники покупают пернатых хищников, выращенных в Иране и Европе. Стоят они дорого. Например, 10 лет назад на аукционе в Дохе продали сокола за 27 тысяч долларов США. Знакомьтесь, это медведь по кличке Марк. За решёткой вы его видите в последний раз. В этой тесной клетке он провёл всю жизнь, развлекал клиентов ресторана в Албании. В прошлом году заведение сменился владелец. Он решил передать зверю благотворительной организации «Четыре лапы». «Марк родился в 1998 году, ему 24 года. Когда он был детёнышем, его посадили в клетку. Кроме неё, все эти годы он ничего не видел». Албанец Мессир ухаживал за медведем последние четыре года. Говорит, что ему грустно расставаться с Марком, да и клиенты будут по нему скучать. Тем временем медведь отправился в новый дом, в Австрию. Там его поселят в специальном приюте. Организация «Четыре лапы» спасла уже 12 медведей в Албании и 16 в Косово. Но активисты говорят, что угроза для животных в этих странах сохраняется. Причина – в несовершенном законодательстве. Это самая большая в мире картина на холсте. Её площадь – 9650 квадратных метров. Произведение стало рекордсменом книги Гиннеса. Картину нарисовал катарский художник Эмад Салехи. Представили её на стадионе Университета Катара. Мастер потратил три тонны краски и использовал 150 кистей. Работал по 18 часов в день – пять месяцев. Рисовал небольшие фрагменты, которые потом объединили в одну гигантскую картину. Вдохновением для художника стал футбол. «Я хотел с помощью этой картины показать различные стороны арабской культуры, включая каллиграфию. Также я хотел отразить историю Чемпионата мира с момента его создания до настоящего времени». Художнику уже вручили сертификат книги Гиннеса. До него рекорд принадлежал британцу Саши Джаффри. Он нарисовал картину на халфте площадью 1600 квадратных метров. Её продали за 62 миллиона долларов. Огромная пряничная деревня появилась в Нью-Йорке. На этой витрине уместились почти 700 домиков. Их сделал шеф-повар Джон Лович. На создание домиков ушло 450 килограммов пряников, 6000 яичных белков, 1200 леденцов, 4000 пластинок жевательной резинки, 900 килограммов конфет и почти две тонны глазури. Шеф-повар делает пряничные домики уже 29 лет, а последнее десятилетие проводит выставки в Нью-Йорке. «Домики возвращаются из года в год. Но каждый раз они другие. Меняются дизайн, конфеты и маленькие фигурки». Джон говорит, что его творения помогают людям переключиться на хорошие мысли. «Вы можете прийти сюда и посмотреть на это. И на этот краткий миг вы забудете об ипотеке или о ковид, или о политике, или об обороне Джаджи, или о том, что не даёт вам покоя. Для меня так прекрасно знать, что я дарю людям счастье». Шеф-повар проводит ещё две такие выставки в штатах Юта и Миссури. Они продлятся до 16 января. И в последний день домики бесплатно раздадут людям. Ну а дизайнер к тому времени уже будет создавать новые пряничные деревни. Ведь на эту работу у него уходит целый год. В бразильском Сан-Паулу открылось колесо обозрения. Его высота – 91 метр. Оно самое большое в Латинской Америке. На колесе – 42 кабинки. В каждой помещается 8 человек. Можно брать с собой животных маленького или среднего размера. В кабинках есть кондиционеры и вай-фай. «Этим мы надеемся внести вклад в развитие города и туризма. Мы хотим сделать колесо достопримечательностью. В каждой большой столице, в каждом крупном городе есть колесо обозрения. Сан-Паулу тоже этого заслуживает». Билеты стоят от 5 до 15 долларов США. Можно забронировать целую кабинку за 67 долларов. Поездка длится примерно полчаса. Колесо обозрения начали строить в 2020 году. Над проектом работали 200 человек. Достопримечательность находится в парке Кандидо Партенари. Она занимает площадь в 4500 квадратных метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова